Здарова народ! С вами наш тройщик Леха и наконец закончил свою приточную вытяжную вентиляцию полностью собрал на крыше получается межэтажные перекрытия в общем что на это ушло сколько ушло денег времени и как сильно это все шумит будет в этом ролике и и и и и и и Продолжение следует... 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 Весь инструмент недорогой, качественный... Я им уже активно всем пользовался... Ссылочка на всю данную продукцию, которая сидит на кадрах, будет в описании... Мне повезло... Все вентиляторы... Что внутренние, что наружные... То есть вытяжные... Оказались работами... И их менять не пришлось... Благо повезло... Поэтому сразу я их монтировал уже... Непосредственно внутрь короба... По схеме я собирал детали... Немножко хитро... То есть сначала монтировал по 2-3 элемента... Подмечал на самих элементах... Какой-то циферкой... И эту циферку встал на план... Но чтобы саму не запутаться... Потом эти элементы потихоньку обрастали... В 2, в 3, в 4, в 5 элементов... И когда уже элементы были довольно-таки большие... Их можно было крепить... Я уже их относил в комнаты... Вложил на полу... И потом позже монтировал... В принципе ничего сложного нет... Но когда вы начинаете монтировать... Вы понимаете, что некоторые углы... Нужно обойти под каким-то острым... Под каким-то более-менее понятным углом... Но и там сталкиваются такие проблемы... Что если угол 45 градусов... То значит поток воздуха будет... Насколько-то процентов замедлен... То есть угол нужно делать более гладким... Поэтому активно использовал углы под 45 градусов... Этих элементов быстро ушли у меня... А 90-е получилось, что лежат без дела... И пришлось докупать... Докупать пришлось... Где-то на один угол 90... Два элемента 45... Крепил я все это тогда на клей-монтаж... Этого делать не нужно, как я... Я немножко тупанул... Но естественно в первый раз... Ничего хотите... Буквально нужно было 2-3 капельки любого клея... Состыковал и все... Сверху все равно... Все это нужно будет силиконить... Откуда я знаю... Думаю вы понимаете... А я это думал... Хотел сразу... И клеем помазать... И клеем типа засиликонил... И все нормально... Ничего подобного... Когда клей высох... Все это потрескалось... На качестве видим... Обращать внимание... Съемка идет... И днем... И ночью... Потому что вы знаете... Что я работаю днем... А ночью снимаю... Если вы видите кадры днем... Значит этот день был выходной... На вентиляцию потратил... Где-то одну неделю... Ее смонтировать было не сложно... Опять же... Одну неделю... Это только был первый этаж... Почему? Потому что там были... Некоторые элементы... Которые сейчас покажу... Были не совсем понятно... Как проходить... И если нормальный был вариант... Это было прохождение... Стены... То есть... Либо стрелить армопояс насквозь... Либо пройти плавно... То есть... Этот элемент... Который сейчас собираю... И есть проходной... Сейчас покажу... Как он выглядит... Там получилось... Воздух сначала подымается... А потом опускается... И там... Естественно... Нужно было вставить... Дополнительно... Направляющий вентилятор... Опять... Страта... Опять... Непродуманность... Проще было... Прострелить стенку насквозь... Но там проходил армопояс... Арматура... Сами понимаете... Это не вариант... Поэтому... Первое, что он столкнулся... Это с нехваткой... Внутренних вентиляторов... То есть... Не хватало мощности... Что всю эту продукцию... Точнее... Отходы продукции... Мокрого воздуха... Или как там... Сырости... Протолкнуть... Хотя... В каждой комнате стояла вытяжка... И до следующего пункта... Приема... То есть... Подачи... Точнее... Ускорение скорости потока... Было где-то по 2-3 метра... Если нет углов... Это нормально... А вот если углы... Это уже проблема... Я это все учитывал... Проверял... Запускал... В принципе... Получилось... Вот сейчас видите... Банальная ошибка... Намазал клеем... И все это растирал... Ну то есть... Делал герметично... Все это потом потрескалось... Поэтому... Лучше так не делайте... Вот сейчас кадры... Которые вы видите... Которые проходили у меня... В перекрытии... То есть... Вентиляция проходит... В перекрытии... Здесь воздух... Одновременно... И подымается... И опускается... А значит... Это потеря... Воздуходвижения... Как это назвать... Воздухопотока... Поэтому... Перед этой вытяжкой... В сторону потока воздуха... Я поставил еще один внутренний вентилятор... Чтобы этот угол... Он проходил со скоростью... То есть... Активно проталкивал... Этот воздух... Вот так это выглядело... То есть... Воздух поднялся... Воздух спустился... Можете наглядно посмотреть сами... Насколько бы снизился поток... Если бы я не поставил вентилятор... Итак... Сам монтаж начался... У меня именно с санузла... Получалось... Что в санузле... Стыкуются сразу... Три трубы... Одна труба... Которая ведет... На второй этаж... И далее на чердак... Вторая труба... Которая поворачивается... На 180 градусов... В зал... То есть... Можете представить... Все потери скорости... И третья труба... Которая шла... На кухню... На котельную... Тут я уже немножко... Поумнел... Тут я стыковал на клей... А потом все это... Силиконил... И да... Это потом не потрескалось... Это сейчас так и осталось... Недавно проверял... Нормально... Герметично... Делал только на 3 капельки... Клея... И все это... Силиконил... И это было в принципе... Отлично... Я считаю... Так и нужно было делать... И дальше уже шли... Ответление... Ответление было на кухню... На кухне... У меня было два вентилятора... То есть... Шло два воздуховода... Точнее... Один воздуховод... На два направления... Один вентилятор... Стоял... На стене... На кухне... Чтобы собирать всю влагу... Которая бы веяла... Под потолком... На кухне... То есть... Всю эту влагу... А ее там много... Это же кухня... А вторая труба... Точнее... Второе направление... Шло... К вытяжке... Потом... Уже позже... Мне дали информацию... Что... Для... Кухонной плиты... То есть... На плиток... К общей вентиляции... Подключать нельзя... Поэтому эта труба... Потом была в дальнейшем... Удалена... И вытяжка... Будет идти уже... Непосредственно в стену... На фасад... Потому что... Все эти масла... Все эти жи... Все это осяет... И будет печаль... В зале тоже делал... Общую... Делал ее длинную... Хотел сделать в зале... Так он большой... 2,6 квадратов... Сделать два вентилятора... Чтобы... То есть... Они улавливали всю эту площадь... Но потом посчитал... По кубатуре... Который вентилятор сможет... Высосать этот воздух... У вентилятора мощность... 93 куба... В час... То есть... Он в принципе... Зал за 15 минут... И сам высосит... И один... То есть... В этой необходимости нет... Все равно... Воздуховод общий... Поэтому... Это лишние траты... В дальнейшем... От этой идеи... Я отказался... И к тому же... Там... Из-за... Рейки отопления... Получилось... Что... Я... Урезаю... Высту потолка... Где-то 15 сантиметров... Поэтому... Там были конкретные изменения... В конце я покажу... То есть... На сегодняшний день... Как там сейчас выглядит... Ну... И уже... Непосредственно... В комнатах... Которые были готовы... А таких... В тот момент... Уже было три комнаты... Готовы... На первом этаже... Да... Встроил вентилятор... Закрыл целлофаном... И оставлял... То есть... Это уже все... Нужно ничего подключать... Просто вставлял в стену... И оставлял... Это уже все... Готовый финишный эффект... В некоторых моментах... То есть... Именно в зале... Остались воздуховоды... Не подключены... К ним не подходят... Вентиляторы... Потому что... Еще нету потолка... Там где есть потолок... Готовый... Либо уже стены... Если вентиляторы... Ходят не в стену... Там уже можно было вешать... Скажу вам сразу... Что монтировать вентиляцию... Пластиковую... Намного легче... Монтировать отопление... Потому что... Не нужно ничего паять... Просто нанес слегка клея... Может немножко больше клея... Но делать этого не нужно... Чуть клея... Пристыковали... Все... Когда это высохло... Потом все засиликонили... И в принципе готово... Главное... Чтобы была тяга... Так как это... Принудительная вентиляция... Обязательно должны стоять... Вентиляторы... Которые будут толкать... Либо от источника... То есть... Из комнаты... Либо внутри... Изначально не хотел... Ставить... В каждую комнату... Этот вентилятор... Потому что он будет шуметь... Думал... Что если внутри... Понапихать там... Ну штук 5-6... Внутри вентиляторах... Будет создаваться тяга... И воздух будет сам уходить... Но это немножко по-другому работает... Пришлось ставить на каждую комнату отдельно... Таким образом... У меня получилось... Что в каждой комнате стоит вентилятор... Который будет усасывать всю эту влагу... Стоит мощностью 90 кубов в час... К сожалению... Шум там немножко большой... 27-30 дБ... Это немного... Но... Так у меня телевизор... Все включают... Почти на максимальной громкости... Его никто не услышит... Поэтому нормально... Все подключения вентиляторов... Были на гибкой сцепке... И все это было обмотано... Скотчем... Специальным для вентиляции... Поэтому там все прочно... Изолировано... Запахи идти не будут... И да... Кстати... Воздуховод когда шел... На каждом перекрестии... По потоку... То есть в сторону потока... Я ставил клапаны... Чтобы если что... Какой-то клапан вдруг... Вентилятор не заработал... Сгорел... Там будет замена... Вентиляция когда работала... Не было дополнительных запахов... И отведения в средней комнате... То есть каждая комната... То есть перед каждой комнатой стоит клапан... Что воздух будет идти только в одну сторону... Если будет вдруг встречный воздух... Он в комнату пасть не сможет... И так я сделал везде... Вот сейчас видите финальные кадры... Как собрано на первом этаже... Идет труба с кухни... Идет с котельной... Со спальней... Все это соединяется... Также ванна... И все это уходит вверх... А вот в зал... Видите... Приходит делать на 90 градусов... И там еще отведение... И все... Здесь заканчивается первый этаж... Далее уж стыкуется второй этаж... И пошло то же самое... По-хорошему... По-правильному там мне писали... Что каждый этаж... То есть отдельно первый... Отдельно второй... Должно быть две разные трубы... Но опять же это удорожание... У меня все простенько... Я думаю что мне сотки... В принципе должно хватить... Чтобы всю эту влагу высосать... Ну а на втором этаже... Вообще там всего лишь 5 комнат... То есть санузел... Две жилых... Детская и офис... Там труб еще меньше... Там никуда тянуть не нужно... Поэтому я решил сделать там... Что где уже сделано... Комната уже готова... Поставить круглую трубу... А там где еще не сделан... Где будет детском офис... Там сделать квадратную... Чтобы потолок... Более-менее был... Ну высокий... Так как вверху и так... Маленькие потолки... 2,50... А если еще и сделать сотку трубу... То вообще будет 2,40... Поэтому я сделал там... В местах квадратную... Тут уже собирал как эксперт... 3 капельки клея... На силикон... Все это простенькие углы... Вентиляторы... Направление... Ничего сложного нет... Да, кстати... Я еще не забыл такую фишечку... Так как это будет... Воздух теплый... То есть это будет... Именно вытяжка... То есть... Принудительная вентиляция... Воздух будет теплый... А значит зимой... Он будет конденсироваться... Поэтому я решил объединить... И фановую трубу... Канализации... И... Вытяжку... Все это в одном... Креплении на чердаке... Сейчас покажу как я реализовал... Как это все будет работать... Как видите... Одна половина... У меня круглая... А вторая половина... Квадратная... Пришлось объединить... Все это... В такие странные конструкции... Вот такие странные подвижки... Скажем так... Может показаться... Что я здесь налепил... Но по-другому... В принципе... Получиться быть не могло... Так как... Под вентиляцию... Нужно закладывать сразу шахты... Чтобы было как можно меньше углов... У меня не получилось... Поэтому это выглядит немножко... Ну как... Странный космический узел... Скажем так... Ну что самое главное... Это с санузлов... Трубы идут прямо... И сразу наверх... А с комнат... Да... Там приходится воздух... Может поплутать... Самое главное... Что в комнатах нет запаха... Я везде поставил клапаны... Так что... Когда включается санузел... А это включается отдельно... Запах помыты не пойдет... Ну а теперь перемещаемся на чердак... Вот у нас приточка... А вот у нас вытяжка... Да... На чердаке стоит вентилятор... Который будет применительно... Еще из чердака выталкивать... А то он будет задерживаться... Ну и осталось закрепить... Второй воздуховод... Также поднялся на крышу... Отступил от притока свежего воздуха... Два метра... Ну то есть... Чтобы запахи от канализации... Не встречались... То есть... Два метра отступил... По прямой влево... И еще полметра вниз... Это я сделал специально... Чтобы если будет вдруг... Воздух дуть в сторону приточки... Запах канализации... Не смог встретиться с трубой... Которая идет на приточку... То есть... Во-первых... Труба находится... На разных линиях... А во-вторых... На разных высотах... Поэтому будет... Очень маленький процент... Что... Воздух отходов... Пойдет в... Приток свежего воздуха... Также меня спрашивали... Почему ты не делал... Где-нибудь на фасаде... Где-нибудь... Со стороны фронтона... Ну потому что... У меня вентиляция... Выходит в центре дома... И тянуть... До самого... Фронтона... Это где-то... 5 метров по прямой... Можете представить... Сколько трубы нужно... Коллекционной... И под каким углом... Это все будет выходить... Получается... В этой трубе... Нужно ставить... Еще дополнительный вентилятор... Чтобы этот воздух... На такое расстояние... Выгнать... И да и к тому же... На фронтоне... Будет образовываться... Сосулина... Такая... Неслабенькая... И если она... Какой-нибудь упадет... Будет не очень-то хорошо... Поэтому лучше делать... На крыше... Ух... 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 потому что в цвет стоит еще на тысячу дороже у меня бюджетный вариант поэтому красота ни кпд ни пользы не дает тому же находится со стороны от того где лицевой вид дома этого никто не увидит кроме птичек если не птицы будут претензии вызывать я просто покормлю ничего страшного все как видите очень герметично легло даже битум не пригодился я целый герметик купил ради этих целей все два клопана готова теперь осталось аккуратно как-то слезть на эту менте у меня села камера поэтому вы не увидите как я шлепнулся портируемся на чердак и осталось на чердаке собрать исток воздуха то есть только будет вентиляция выходить но тут также еще мне сыграла на помощь фановая труба то есть фановая труба должна быть иначе у вас одновременно будет смыв и туалета и раковины то есть и ванны все одновременно то есть не будет водяного затвора поэтому фановая труба должна быть обязательно но горячий воздух который будет выходить из моего дома он будет на улице в минус 20 конденсироваться и это влага будет течь по трубе обратно воздуховод и вот именно поэтому я решил совместить фановую трубу и трубу вытяжки именно вытяжки если совместить с приточкой то мы будем чувствовать то что недавно смылось в унитаз а так вытяжка выходит только в одну сторону а на улицу то и запахи фановой трубы тоже будут выходить на улицу и вся влага которая будет поступать по этой фановой трубе она будет автоматом затекать обратно в трубу канализации то есть я грубо я закруглил то есть я считаю что это прям вот идеальный тот момент как и должно быть с вентиляцией конденсат уходит в канализацию канализация дышит приток воздуха есть все отлично вот так выглядит и при . и вытяжка все аккуратно все нормально все сделано сами грибки то есть выходы запенены теперь осталось все это утеплить все стыки на всякий случай возможно на чердаке это не страшно будут запахи не будут а если вдруг будет выходить горячий воздух там будет образоваться льдина это я уже проходил теплосъемкой я все стыки которые есть и на приточке и на вытяжке за силиконил ну так на всякий случай силикон не боится до минус 35 поэтому и нормально ну и осталось все это утеплить потому что голые трубы это не очень хорошо особенно зимой утеплила все это обычной каменной ватой до помощь не пришла супруга потому что мне одна рука то повредилась я был скажем так однорукий гаджу в этот момент поэтому пришлось кому-то помогать закатали все это каменной ватой по одному разу закрепили все это на скотч саму вату но уже потом сверху эту вату покрыли пароизоляцией или пара ветра изоляции в общем то что мне осталось от кровли тему закатал смотрится на симпатичное все это крепили на скотч что мне осталось? что мне осталось? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все, закрутили, закатали Вот так выглядит уже готовый утепленный вариант на втором этаже Ну а сейчас я включу вытяжку, получается в санузле, где оно уже собрано, готово, работает Сейчас послушаем Включаю Ой, не то Ну то есть вот я стою прям под ней Вот вы меня слышите, слышите какой звук В принципе не больно-то сильно И не глухо Ну комфортно Итак, ну а теперь по чесноку Для тех, кто смотрел до конца По статистике это всего два человека Поэтому для вас двоих Все по чесноку Все как положено Итак, что касаемо пластмасса За пластмасской пришлось поездить по всему городу То есть я внутренний покупал в одном месте Вентиляторы внешние в другом Пластмасски отдельно То есть я вот на это все потратил 14300 Если прямо сейчас зайти на рынок Скажете вот то же самое, что мне Вам сейчас 1020 Посчитают не меньше Поэтому мне пришлось ради экономии покупать в разных местах Вент-выход В этот раз я взял уже подешевле Без утепления Потому что узнал, что полная шляпа Все это развод Я взял обычную нетепленную За 3000 рублей полный комплект Хотя даже туда не положили мне это Кребанное кольцо Для гидробарьера Ну и пошли они Я это все пеной заутеплил Плюс там еще были трубы То есть трубы, которые канализационные Это 1500 Был утеплитель, ветрозащита Ну в общем итоге 3000 все это ушло И плюс 600 рублей Это был герметик Это был там битум, по-моему, клей Скотчик То есть там где-то 600 тысяч рублей Не помню Покупалось все это на магазине Там у них было все это по 200 рублей На рынке стоит по 400 А у них там подешевле Поэтому там где-то 600 рублей у меня все ушло Но как общий итог На мою принудительную вентиляцию Ушло 21 тысяча рублей Но это в том случае Если вы будете экономить И цена на сегодняшний день не соответствует Потому что я закупал это еще тем летом Сейчас цены подскочили так Что что-то вообще ни хера не дешево на рынке Мне вот недавно не хватило пары элементов То есть мою квадратную Вот эту, когда делал узел развязки Которую вам показывал Но на этом в принципе еще не все Я хочу еще усовершенствовать свою вентиляцию Это докупить регулятор оборотов Это 2000 И поставить турбодефлектор Это еще 3000 Итого это будет у меня 34 Вбуха на вентиляцию Но это будет хорошая, мощная, сильная вентиляция Насколько она хороша Я узнаю зимой По мокрым углам Ну а так планирую, да Дефлектор это такая штука Выкрутящаяся Турбодефлектор называют Мегатурбо, не знаю, движок Он создает разряженность В самой трубе И влага типа будет сама удаляться Без включения в электросеть Ну а что такое регулятор оборотов Это чтобы было поменьше гудело Но также удаляло Значит будет немножко потише гудеть Поменьше удалять Поменьше есть электроэнергии То есть работать на пассиве Ну для комфорта Но опять же это все деньги Это все вкладыши В общем вся моя вентиляция Моего большого дома 158 квадратов Станет мне где-то в 35 тысяч рублей И наверняка Кто-то смотрел отсюда Можете почитать Что-то он скажет О, вентиляция дорогая Я лучше нахер открою окно Или форточку И будет мне счастье Эти люди напоминают мне соседей То есть я лезу на крышу Мне говорят Ты куда полез? На крышу Зачем? Вентвыха делать На хера? Я говорю Что был приток свежего воздуха? На что? Он говорит аргумент А ты что не можешь окно открыть? Я говорю Могу А зимой как? На что у него контраргумент А вот я вырос в доме И у нас окна зимой были закрыты И нормально дышалось Я говорю Извини Мне там работы много Потом спустимся Поговорим Ну объяснять человеку Что такое мокрые процессы То есть когда вот мокнет углы Развивается грибок Плесень активно Что если не хватает кислорода Особенно детям Разваются болезни Все очень интересные Это как-то сложно Доказать человеку Который знает Что вот у меня вот не было вентиляции Вот у меня хорошо А вот ты занимаешься херней Я тоже вырос в деревне В деревянном доме Там где был сделан из брусов Эти брусы все это дают усадку Там щели Из них сквозит Каждый год мы их конопатили Там были обычные деревянные окна Из них тоже неплохо так дуло зимой Что на них лед отковыривало Может было с внутренней стороны А что самое главное В этих домах были печи И у печи была каменная окладка То есть там диаметр трубы где-то 400 А значит оттуда все равно Поступает кислород Но спорить доказывать бесполезно Поэтому лучше что-то делать Делать молча Ну в общем на вентиляции все Само-самостройщик Леха Все, пойду подышу свежим воздухом